От героев Мы вместе с людьми приходили на пункт призывной В военное время было организовано 168 отдельных воинских частей, где использовались животные. Всего же по военным дорогам от Москвы до Берлина проползло, прошагало, проехало и пробежало 68 тысяч шариков, бобиков, мухтаров, породных и не очень, больших и малых, гладких и лохматых. Все они внесли неоценимый вклад в великое дело победы. Собаки подрывали вражеские танки, ходили в разведку, обнаруживали лазутчиков, были связистами, санитарами, разыскивали фугасы и мины. Самой многочисленной группой военных собак были санитарно-ездовые, ведь чем быстрее раненому бойцу будет оказана помощь, тем больше шансов на его выздоровление. На службу принимали всех собак, подходивших по физическим данным. Предпочтение отдавали коренастым и дружелюбным с псам. Собака должна взаимодействовать с вожатым. Летом применялись санитарно-ездовые тележки, низко посаженные на колесные ось. Зимой для собачьих упряжек использовались легкие лодки-волокоши или нарты. На передовую собачки бежали неналегке. Они подвозили патроны, снаряды, продукты питания. Были собаки, обученные самостоятельно, без вожатого, находить на поле боя раненых. Они по-пластунски подползали к раненому и подставляли ему бок с медицинской сумкой. Терпеливо ждали, когда он перевяжет рану. Собаки безошибочно могли отличить живого человека от погибшего. Запах живого и мертвого – это разные запахи. Ведь многие раненые находились в бессознательном состоянии. Такому бойцу четвероногий санитар лизал в лисо до сих пор, пока он не придет в сознание. Затем животное брало в зубы брендель, кусочек кожи на поводке, и возвращалось к вожатому. Это означало, что собака нашла раненого и уже вместе с вожатым возвращалась обратно. Известно о рядовом Дмитрии Трохове. За три года на собачьей упряжке во главе с лайкой Бобиком он вывез передовой 1580 раненых. Он был награжден Орденом Красной Звезды, тремя медалями за отвагу. Стоит отметить, что санитару за 80 человек, вынесенных с поля боя, присваили звание Героя Советского Союза. В годы войны одна из самых востребованных собачьих профессий была профессия собаки минно-розыскной службы. На собак-саперов возлагалась большая ответственность разминирования территории и уничтожения боевой техники. Тонкое чутье позволяло им находить любые мины с разными видами взрывчатки. Не было ни одного случая, чтобы на участке, обследованном псом-сапером, произошел подрыв людей или техники. Среди четвероногих миноискателей были и свои лидеры, чьи имена, то есть клички, вошли в историю. Например, минно-розыскная собака по кличке Джульбарс. Четвероногий боец принимал участие в боях и разминировании местности на территории Румынии, Чехословакии, Венгрии и Австрии. Там Джульбарс обнаружил 7468 мин и 150 снарядов, за что был представлен в боевой награде медали за боевые заслуги. Впрочем, и на территории СССР ему довелось поработать. Он очень помог нашим саперам при разминировании могилы Тараса Шевченко в Каневе и Владимирского собора в Киеве, военного аэродрома в Воронеже. Существует красивая легенда про Джульбарса. На историческом параде Победы 24 июня 1945 года были представлены все фронты Великой Отечественной войны, все рода войск. Вслед за сводными полками фронтов, полком военно-морского флота и колоннами боевой техники по Красной площади шли саперы со своими собаками. На том историческом параде за коробкой солдат с собаками на шинели несли собаку по кличке Джульбарс. Четвероногий боец еще не оправился после полученного ранения. Дик – собака породы шотландской колли. Участник Великой Отечественной войны. Призван на службу из Ленинграда. Сумел обнаружить более 12 тысяч вразажских мин. Дик был обучен службам связи, санитарной службе. В 1943 году пёс в месячный срок постиг минно-розыскную службу. Она стала его основной до конца войны и после, до 1948 года. Дик участвовал в разминировании Ленинграда, Сталинграда, Лисичанска и Праги, Павловска. В луге на центральной улице города в подвале сгоревшего дома Дик нашел двухтонный заряд, установленный как мина замедленного действия. Главный подвиг Дик совершил в Павловске. Пёс помог спасти Павловский дворец, обнаружив мину с часовым механизмом в фундаменте за час до взрыва. Пёс-ветеран дожил до глубокой старости и был похоронен с воинскими почестями, как и подобает герою. Как много нас было дворняжек, ковчарка, лайк, больших и не очень различных кровей и пород. Война это страшно, мы так же как люди боялись, но если хозяин сказал, то бежали вперед. Диверсионные собаки. Их было мало из-за трудностей их подготовки. Животных использовали для подрыва железнодорожных составов и мостов. Собаки-диверсанты сбрасывали себя в юг с зарядом, зубами выдергивали чеку из капсуль воспламенителя на рельсе перед самым паровозом и убегали под насыпь к своему проводнику. Собаки-диверсанты проходили жесткий отбор по ряду критериев. И самый главный из них – это моментальная готовность выполнять любые команды. Овчарка Дина стала одной из первых диверсионных собак в советских войсках. На фронт она поступила прямиком из школы военного собаководства, где успешно обучилась истреблению танков. Позже она освоила еще два профиля – минера и диверсанта. Осенью 1943 года в Белоруссии Дина участвовала в рельсовой войне в качестве одного из диверсантов. Выскочила на рельсе перед приближающимся немецким эшелоном, сбросила в юг с зарядом, зубами выдернула чеку капсуля воспламенителя, скатилась в насыпи и умчалась в лес. Дина была уже рядом с минерами, когда прогремел взрыв. Благодаря успешно выполненному заданию был подорван в разышке эшелон, уничтожены 10 вагонов, разрушена большая часть рельсов. Позже овчарка еще несколько раз участвовала в разминировании полоска. В одной из таких операций в госпитале она нашла мину, заложенную в матрасе. После войны Дину прикомендировали к музею боевой славы, где она и прожила до глубокой старости. Главная миссия боевых псов-разведчиков и диверсантов заключалась в уничтожении мостов и вражеских железнодорожных составов. Выдрессированные животные могли сопроводить группу через минное поле, проложить в них безопасный коридор, помочь при захвате языка, заранее указать засаду противника или гнездо снайпера. Если в группе присутствовал такой боец, успех операции был обеспечен почти на 90%. Они работали быстро, четко и бесшумно. Собаки-разведчики проходили специальную подготовку. В пути никогда не лаяли. О том, что обнаружен отряд вражеских сил, собака сообщала хозяину только специфическими движениями корпуса. Собака-турбан 22 раза ходила за линию фронта и помогла в захвате шести немецких солдат и офицеров. Легендарный пёс-разведчик по кличке Туман умел бесшумно сбить с ног часового на посту и сделать смертельную хватку в затылок, после чего разведчики могли безопасно действовать в тылу противника. С помощью разведчика Джека обнаружены взяты в плен более 20 немецких солдат. Особо отличился пёс, когда помог нашим бойцам проникнуть в крепость Глогау на Одере, которая очень хорошо охранялась. Умелый пёс отлично справился с поставленной задачей. В результате из крепости был захвачен ценный язык – офицер вражеских войск. Караульная и сторожевая служба – это самая древнейшая профессия собаки. Она охраняла жилища первобытного человека и его самого. Этих собак использовали в боевом и сторожевом охранении, в засадах для своевременного обнаружения врага ночью и в ненастную погоду. Собака без лая, лишь натяжением поводка и поворотом туловища указывала направление грозящей опасности. Особой была участь собак истребителей танков. Их готовили к одному единственному бою, который для собаки был последним. В самом начале войны Красной Армии не хватало противотанковых орудий, не хватало боеприпасов. А немецкие танки рвались к Москве. Именно тогда было решено использовать собак против танков. В первых числах августа была сформирована специальная военная часть номер 5, которая называлась 5-м армейским отрядом истребителей танков. Собаку обучали не бояться военной техники. Собаку надо было научить броску под танк, причем с короткого расстояния, чтобы она быстро оказалась в мертвом пространстве. Во время обучения собаку не кормили несколько дней и приучали, что еду можно найти под танком. Заряды взрывчатки были закреплены в резентовой сумке на спине пса. Собака, оснащенная седлом со взрывчаткой, проникала под днище танка, приводился в действие механизм сброса, активирующий взрыватель, и танк поражался в наиболее слабое место днище. В Сталинградской битве собаки сожгли 63 танка врага и 2 бронемашины, целую танковую бригаду. Собаки-связисты в сложной боевой обстановке, порой в непроходимые для человека местах, прокладывали телефонные провода, доставляли донесения даже через водные препятствия. От связи зависел исход боя. Все приказы отдавались по телефону. Нередки были случаи, когда тяжело раненая собака доползала до места назначения и выполняла поручения. Для службы связи собак отбирали средней величины, с умеренной злобой, быстрым бегом и хорошо развитыми ориентировочными способностями. Связная собака должна уметь ей отлично плавать, брать высокие и широкие препятствия, переползать открытые места, не бояться выстрелов. На связных собак надевали специальные вьюки. Они доставляли на передовую письма и газеты. Случалось, что собакам доверяли доставку орденов и медалей подразделения, куда невозможно было пробраться из-за сплошного обстрела. Собака-связиснорка за 1942-1943 годы передала 2398 боевых посланий, а связи с Рыкс – 1649. В один из дней он по заданию трижды перепрывал бушующий Днепр под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем, доставляя важные документы. Людям это просто не подвластно. Собачья честь не замарана подлым предательством. Жалким трусом из псов не отметил себя ни один. Воевали они без присяги, но все ж с обязательством вместе с Красной Армией уничтожить фашистский Берлин. Нас не накроют флагом военным, не прозвенит над нами салют. Разве что в небе вечно мне тленно ангелы Божьи нас отпоют. Субтитры создавал DimaTorzok